Помню. Что помнишь? Поскользнулся. Потерял сознание. Очнулся, гипс. Все. Эта фраза из известного фильма знакома многим. Причем по личному опыту. Шел с работы, подходя к подъезду, там был небольшой кусок. Я на него не уступил и поскользнулся. Упал. В итоге ушиб локтевого сустава и длительное лечение. По словам врачей, для них понедельник поистине день тяжелый. После выходных очередь к травматологам в разы увеличивается. Всего за несколько недель января в травмпункт номер 3 за помощью обратилось 1392 человека. У всех травмы, характерные для зимы. Выличилось количество переломов, характерных для явлений гололеда. Это переломы предплечья, переломы костей, голени, в данном случае лодыжек и ушибы и сотрясения головного мозга, связанные с падением, ударами головой от лед, обземлю и так далее. Самый важный совет зимой – внимательно смотреть под ноги. Особенно бабушкам и дедушкам, которые для медиков составляют отдельную категорию пациентов, так как травмы для пожилых людей считаются наиболее опасными. По наблюдению врачей, горожане травмируются преимущественно утром и днем, когда идут на работу и возвращаются домой. Ну, как люди рассказывают, пациенты, которые к нам обращаются, чаще всего это падение на скользкой дороге, на скользких тротуарах, падение на лестницах, которые не очищены. Юноши, подростки, которые катаются с горок и на санках, и на сноубордах, и на лыжах, и из катков часто приходят травмированные. Зимние виды спорта, такие как горные лыжи, сноуборд, катание на коньках, становятся причинами травм не только у молодого поколения. Люди среднего возраста, а то и старше, не прочь почувствовать скорость и адреналин. Но врачи рисковать не советуют. Совет можно дать людям, которым за 50, если вы имели большой перерыв в том, чтобы кататься на коньках, не ходите и не пытайте себя в том, чтобы, как говорится, заново покататься, потому что обязательно упадут, что и бывает чаще всего. Казалось бы, зимой получить травму поводов больше. Однако травматологи уверяют, это лишь стереотип. На самом деле, самый травмоопасный период – лето. Наплыв пострадавших в день минимум 80 человек, а инорыс доходит и до 120. Все потому, что в летний период люди расслабляются и теряют бдительность. А зимой, наоборот, находятся на чеку. Алина Черненко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом. Алина Черненко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.